Музыка 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 Инфекционные осложнения после прерывания беременности На сегодняшний день остается одной из самых актуальных вопросов в мире по предупреждению осложнений в принципе после аборта Что нам говорит статистика по методам прерывания беременности Вот здесь вы видите данные по медикаментозному аборту, вакуумной аспирации и кюритажу На порядок выше количество инфекционных осложнений при выполнении хирургического аборта методом дилетации кюритажа Составляет он не менее 5% Естественно эти данные колеблются по разным авторам Но может достигать и большего количества Очень важен в связи с этим вопрос По второму триместру я тоже буду останавливаться Но пока первый триместр рассмотрим Очень важно каким методом у нас продолжает прерываться беременность Около 70% это дилетация и кюритаж А вот безопасные методы идет замещение одного относительно безопасного другим То есть снижается вакуумная аспирация, что не очень хорошо Потому что вакуумная аспирация является более щадящим, более безопасным методом, чем кюритаж Что касается 2012 года, то здесь наметилась положительная тенденция Все-таки объем кюритажа снижается И это составило около 60% в прошлом году При одновременном увеличении и вакуумной аспирации, и медикаментозного аборта Но посмотрите какой составляет разброс по разным регионам Максимальное количество медикаментозных абортов выполняется в Санкт-Петербурге Это 30%, то есть по сути дела является этот город не только культурной столицей Но и, наверное, культурно в медицинском плане Калининградская область 0,1%, несмотря на то, что это самый западный регион нашей страны Казалось бы, там все должно проходить, начинаться всякие новшества быстрее А что касается Москвы, очень интересный показатель 0,7% количества медикаментозных абортов в структуре всех методов прерывания беременности Причем, обратите внимание на динамику 2009 год это был 1,4%, 2011 2,2% То есть доля медикаментозных абортов в Москве уменьшается И это очень странный показатель Я посмотрела Москву и вообще у меня как бы волосы-то зашевелились От того, какую статистику нам дает Минздрав Поэтому, в общем-то, самому, наверное, прогрессивному городу Вот это вот по России в целом Доля прерывания беременности, медицинских, легальных Соответственно, доля самопроизвольных составляет 17,8% Ну и совсем небольшая доля вне больничных и по медицинским показаниям Легальных абортов в Москве ровно в половину меньше Но при этом 50% составляет доля самопроизвольных абортов И это, конечно, наверное, далеко не истинная цифра Тех истинных самопроизвольных прерываний А скорее всего, это то, что женщины индуцируют самостоятельно А потом попадают в лечебные учреждения Что, конечно же, очень нехорошо А посмотрите, что творится с криминальными абортами в Москве Криминальных абортов в Москве на порядок выше, чем в России в целом Это просто страшные показатели И что касается использования контрацепции Москвичками такое впечатление, что москвички у нас вообще Не пользуются контрацептивами для предупреждения нежелательной беременности Возможно, это некие огрехи статистической отчетности Но я думаю, что дело здесь вот в чем Данная услуга по планированию семьи и по прерыванию беременности в Москве недоступна Все женщины идут в частные медицинские центры Поэтому государственная статистика располагает именно вот такими показателями Что касается абортов во втором триместре, то в мире они составляют от 10 до 15 процентов При этом две трети основных осложнений связаны с абортом Материнская смертность достигает 30 процентов по причине инфекционных осложнений Причем обратите внимание, это данные по Соединенным Штатам Что с увеличением срока беременности частота осложнений, смертельных осложнений увеличивается Поэтому очень важно, чтобы женщины обращались при нежелательной беременности как можно раньше Если эта беременность нежелательна, равно как и при иных показаниях Это наша статистика за девятый год Уровень сепсиса составляет примерно столько, сколько и в мире 25-30 процентов Динамика абортов в поздние сроки в 2012 году у нас резко поменялась В связи с принятием новых критериев живорождения Количество прерываний беременности в сроках 22-27 недель резко сократилось Потому что эти новорожденные теперь относятся к живорожденным И соответственно увеличилась доля прерываний в поздние сроки от 13 до 21 недели Всего же в поздних сроках прерывается 4,2% беременности И при этом максимальное количество составляют самопроизвольные аборты И 28,8% это аборты по медицинским показаниям Можем ли мы вообще в принципе отказаться от прерывания беременности в поздние сроки? Наверное пока нет, потому что потребность в них сохраняется И это конечно прежде всего из-за показаний со стороны плода Из-за задержки диагностики пороков развития плода Из-за показаний со стороны матери Может быть имеют значение также и организационные и финансовые сложности По получению медицинских услуг по прерыванию беременности Ну а также невыявленные нежелательные беременности в первом триместре В особенности если это касается социального показания Эксперты международные по прерыванию беременности По нежелательной беременности И в принципе те, кто занимается репродуктивным здоровьем Считают, что хотя относительный риск выше во втором триместре Однако абсолютно риск невелик Когда прерывание беременности выполняется Квалифицированными медицинскими работниками Которые используют современные методики С доказанной эффективностью и безопасностью Поэтому конечно То, каким методом мы на сегодня будем прерывать беременность Зависит то, каково здоровье будет у наших женщин в дальнейшем Совершенно замечательные результаты продемонстрировала Кемеровская область 2012 год В течение четырех лет они применяли методику медикаментозного прерывания беременности Они ввели ее в программу ОМС И для всех женщин этот метод стал доступен И выполняется им совершенно бесплатно Это пока только первый триместр результаты Разительное снижение в три раза за один год Показатели криминальных абортов И соответственно уменьшение материнской смертности Которая обратно пропорциональна количеству выполненных медикаментозных абортов Новое руководство, которое выпустило Всемирная организация здравоохранения в 2012 году Сообщает нам, что мы можем прерывать беременность во всех сроках до 22 недель И это не только международная рекомендация Вы видите здесь второе издание Это руководство по акушерству гинекологии Где ведущие российские ученые рекомендуют те же самые методы Для использования в нашей клинической практике Ну и руководством к действию на сегодняшний день Которого мы, наверное, очень долго ждали Является 572 приказ о порядке оказания медицинской помощи По профилю акушерства и гинекологии В данном приказе не рекомендуется использовать в первом триместре Дилетацию и критаж Во втором триместре Интрамниональное введение гипертонического раствора Простагландины и стимуляцию окситоцином И рекомендуется вакуумная аспирация и медикаментозный метод в первом триместре Либо во втором дилетация и эвакуация И тоже медикаментозный аборт Я думаю, что это не только руководство к действию Но и определенный наказ, можно так сказать Для того, чтобы мы уже работали цивилизованными методами Учитывая особую значимость препаратов Для прерывания нежелательной беременности ВОЗ включила мифипристон и мизопростол В перечень основных лекарственных средств В российском перечне присутствует пока только мизопростол Но мифипристон зарегистрирован и доступен для использования Буквально я хочу напомнить вам об исследовании Которое состоялось в 2008 году Стратегическая оценка политики программы услуг В сфере непланируемой беременности, абортов и контрацепции В Российской Федерации Результаты которого опубликованы вот в этих изданиях Вы с ними можете познакомиться И сейчас весной этого года Мы приступили к выполнению второго этапа По повышению качества медицинских услуг По вопросам репродуктивного выбора А именно внедрение безопасных технологий В практику прерывания беременности Пилотный проект стартовал в Седловской области Далее позвольте несколько практических рекомендаций По предупреждению инфекций после прерывания беременности Итак, группы риска по развитию инфекционных осложнений Это лица у половых партнеров, в которых выявлена хламидийная инфекция Если хламидийная инфекция выявлена у пациентки В течение последних 12 месяцев Без подтверждения ее эридикации Это диагностированный бактериальный вагиноз Женщины, которые часто меняют половых партнеров По крайней мере 2 и более за последние 6 месяцев Молодые женщины моложе 25 лет Женщины с внутриматочными вмешательствами в анамнезе И низкий социально-экономический статус На этих женщин нужно обращать особое внимание И безусловно проводить определенные мероприятия Для профилактики инфекций Достаточно часто мы слышим и читаем в литературе Что после прерывания беременности Развивается хронический эндометрит По крайней мере у 25% женщин Но самое интересное, что не собственно прерывание беременности Является причиной такой ситуации А те инфекции, которые имели место еще до наступления беременности Еще до ее прерывания К сожалению, это самое главное первое звено этой цепи Нередко выпадает из нашего поля зрения Но именно инфекции, передаваемые половым путем В персистирующем виде После прерывания беременности Выходят на уровень клинической манифестации И мы имеем послеобортные эндометриты И более серьезные осложнения Скрининг на инфекции, передающийся половым путем Пока у нас не является обязательным компонентом обследования Перед прерыванием беременности Хотя многие зарубежные исследователи Уже ставят об этом вопрос И многие из них говорят о том Что такой скрининг необходим По крайней мере в тех группах риска Которые я перечислила ранее Профилактика инфекции Совершенно очевидным фактом Уже давно известным И которым мы пользуемся Является рекомендация о том Что после хирургического прерывания Мы проводим рутинно профилактику антибиотиками Для снижения количества инфекционных осложнений И эта мера является очень действенной По крайней мере на 60% Частота инфекционных осложнений При таком ведении пациентов Снижается До недавнего времени мы говорили Что при медикаментозном аборте Такой необходимости нет Потому что отсутствуют условия Для восходящего инфицирования Но данные последние За 2-3 последних года Свидетельствуют также о том Что такая мера может быть необходима И пока что с уровнем доказательности С Королевское общество акушеров-гинекологов Также рекомендует проводить Рутинную антибиотикопрофилактику По крайней мере у женщин групп риска Какие препараты применяются Для профилактики инфекции? Это те препараты Которые обладают широким спектром действия И обязательно перекрывают спектр хламидиной инфекции Это азитромицин 1 грамм однократно Либо доксициклин по 200 миллиграмм Два раза в течение 7 дней В сочетании с метронидозолом Однократно приемом вот в тех дозах Которые здесь указаны У женщин, у которых Которым недавно было проведено Обследование на ЭППП Не обязательно давать антибиотик Но метронидозол им все равно показан Особое внимание прошу уделить женщинам С клинически выраженным бактериальным вагинозом Данная инфекция тоже является достаточно серьезной И является фактором риска развития инфекционных осложнений Поэтому многие исследователи рекомендуют Сонировать бактериальный вагиноз Прежде чем вы приступите к любому прерыванию беременности Значит здесь рекомендации следующие Профилактические Это 1 грамм ректально Но у нас в стране как-то больше принято Вагинальное использование метронидозола Либо метронидозол внутрь До или во время аборта То есть переоперационно Или перемедикаментозно Комбинированно с повышенной дозой метронидозола В 500 миллиграмм И с миконозолом В 100 миллиграмм Препарат является весьма перспективным Для санации бактериального вагиноза Перед прерыванием беременности Здесь я привожу данные одного исследования Сравнительного исследования По применению метронидозола в дозе 500 миллиграмм И миконозола в 100 миллиграмм Это наверное известный вам уже препарат Неопенатран И может быть пока менее известный Метромиконнео Как видите результаты исследования По применению данных препаратов Абсолютно идентичны Но метромиконнео у нас в два раза дешевле Учитывая фармакоэкономические аспекты Я думаю это очень немаловажный факт Ну и те клинические данные Которые получаются при использовании препаратов С данным составом Динамика диагностики Тех клинических проявлений Она весьма и весьма выражена Очень важным моментом Введение прежде всего Медикаментозного аборта Является информирование И консультирование женщин Если при хирургическом аборте Женщина находится под нашим наблюдением Во время прерывания беременности И в течение нескольких часов после него То при медикаментозном аборте Женщина наблюдает за собой самостоятельно То есть мы ей даем таблетки И отпускаем домой И весь процесс прерывания беременности И вся симптоматика Которая у нее проявляется в этот момент Мы ее не видим Видит она только сама Те симптомы, которые у нее будут Поэтому очень важно предупредить Проинформировать Правильно проконсультировать женщину И дать ей полную информацию О тех симптомах, которые являются нормальными Которые не должны ее тревожить Которые всегда бывают у тех женщин Которые прерывают беременность медикаментозно И о тех симптомах Которые встречаются, может быть, реже Но которые являются тревожными И требуют срочного обращения женщины В лечебное учреждение Прежде всего, конечно, к врачу Который ведет эту женщину Либо в случае крайней необходимости В скорую помощь То есть это Если у женщины имеются симптомы Через 24 часа после приема мизопростола Температура свыше 37 градусов Слабость, недомогание, дискомфорт Необычная боль Рвота, тошнота, диарея Или хотя бы один из этих симптомов То эта женщина должна быть срочно госпитализирована Эти симптомы были сформулированы ФДА Организации очень серьезной Соединенных Штатов На основании анализа Нескольких смертельных случаев Которые произошли в Штатах При инфицировании женщин Клостеридиальной инфекцией Конечно, может быть, эта инфекция не так чиста Но инфицирование и другими микроорганизмами Проявляется теми же самыми симптомами И они должны быть, конечно, максимально быстро купированы Материалы по консультированию Которые мы подготовили вам в помощь Это вот памятка для пациентки Где достаточно подробно описаны Те симптомы, которые могут случиться у женщины И аудиопомощник, который вы можете найти Либо на сайте РУ-486, либо в Ютьюбе Вот по этой ссылке Продолжительность этой консультации 12 минут И прослушав ее, вы уже можете только ответить на вопросы женщины Потому что там изложена вся необходимая информация Таким образом, безопасный аборт Это, собственно, естественная обратная сторона контрацепции Потому что даже если 100% женщин будут пользоваться контрацепцией У нас все равно какое-то количество нежелательных беременностей будет И это забота о здоровье не только человека, но и общества в целом И в заключении разрешите представить вам журнал Проблемы репродуктивного здоровья Журнал зарубежный, который в настоящее время доступен для нас На русском языке на сайте ronir.ru Либо вот по этому электронному адресу вы можете его заказать в печатном виде Благодарю за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...